что нам нужно для того чтобы испечь тортик панчо бисквит у меня выпекается я решила сделать разное видео я решила отдельно снять видео про бисквит и отдельно снять видео про торт панчо потому что кому-то нужен бисквит для другого торта там что бисквит получается просто изумительный так что нам нужно для торта для торта панчо бисквит который выпекается сметана чем жирнее тем лучше у меня 20 процентная здесь у меня 3 по 300 грамм вообще нужно от 800 до килограмма сметаны если у меня начатая баночка ну вот как раз будет мне 250 грамм сахара баночка ананасов я взяла не резаны и сама порежу шоколад горький взяла ничего страшного немножечко масла сливочного для того чтобы растопить шоколадку мне нужно будет еще немножко сливочек добавить и маслица еще у меня есть какао тертый это не обязательно я раньше делала мне хватало шоколадки а это лежит у меня и лежит но я немножко добавлю чтобы побольше было шоколадочки и конечно же орехи орехи покупала в пятерке отдельно купила вот такой он уже обжаренный был арахис но был в оболочке и мне показалось грецкого ореха будет мне мало сколько там было в пакетике я взяла еще вот арахис это я наверное арахис не весь потрачу я вчера помыла и духовке на 100 градусах я просушила и сначала полотенцем просушила и поставила вот в духовку в электрическую на 100 градусов чтобы они немножко подсохли вот чтобы они были чистые сейчас я измельчу вручную орехи ножом порежу и арахис немножечко измельчу не в пыль конечно но так немножко вот у меня измельчить есть от фирмы цептор видите уже аккуратно пользуюсь все уже потрескалась страх божий ну приступаем для начала сейчас я сметану выложу в чашу добавлю сахар перемешаю чтобы сахар немножечко как бы стал растворяться в сметане и потом я это все в миксере забью вот так остывает бисквит на девочки бисквит изумительный даже вот говорю вот подняла его вот видеть форму какого-то и вот и 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 Я оставлю, пусть сахар немножко растворится. Субтитры делал DimaTorzok и ставим на огонь и при помешивании тщательно вот так вот чтобы не пригорало на медленном огонечки распускаем вот это все решила попробовать вот в таком измельчить или измельчить орешки получится нет достаточно все отлично измельчаю ананасы орешки измельчили ананасы тоже осталось взбить сметану с сахаром так теперь нам нужно донышко отрезать аккуратненько аккуратненько измельчили 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 которые Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На такие кусочки нарезаем Девочки, будем собирать торт У меня вот такая емкость есть Это такую вазу я покупала в фикс прайсе Я ее здесь стелила пленкой Там будет у нас верх, здесь будет у нас низ И начинаем Вот на дно немножечко налила сметанки Положу на насиков Так, ложка моя стоит здесь Так и укладываю кусочки бисквита Я смотрю, некоторые просто, знаете, промакивают кусочки бисквита В сметанном креме Я буду вот так делать Сейчас вот вам покажу Подключусь Поставлю поближе Так, орешки Ананасики Ананасики И бисквит Вот так слоями будем До конца, пока бисквит не закончится Так, пока бисквит не закончится Смотрите продолжение в следующей серии. И опять орешки. И наносики. И так продолжаем, пока у нас не закончится бисквит. Последний слой положила. И так продолжаем. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Завершающий коржик. Сейчас мы его протекаем. Смотрите продолжение в следующей серии. Закрываем вот такой тортик. И до завтра в холодильник. А завтра будем украшать. Пусть он сегодня пропитывается. Украшать будем глазурью оставшимися орешками и ананасами. Как он у нас выглядит. Вот так. Все. Ставлю в холодильник. Оставшуюся сметанку вот сюда слила. Завтра вдруг где-то надо будет что-то подправить. И так же закрываю ананасики и орешки. Убираю в холодильник до завтра. Завтра будем украшать. Тортик я испекла для своей мамульки. Ей завтра 85 лет. Так как соберу стол у себя дома, приглашаю детей и маму к себе к 6 часам. Завтра соберемся и ее поздравим. Так как тортик завтра буду собирать до конца. Поэтому и глазурь тоже можно приготовить тогда, когда вы будете украшать тортик. Но так как я уже вот ингредиенты положила, чтобы вам показать. Поэтому сегодня я это приготовлю, закрою слюдой. Если что, завтра вот так на водяной бане я это все опять подогрею, чтобы было жиденько. На медленном огонечке потихонечку, чтобы ничего нигде не пригорело и не прилипло, потихонечку растворяем все ингредиенты. Так как шоколад горький, я сюда хотела добавить немножко сахара. Но не стала, потому что торт получается сладкий. Я не буду добавлять сахара сюда. А кто любит слишком сладкое, то добавьте сахарку немножко, потому что шоколад-то горький. Крем очень сладкий получается, сметанный. Поэтому я не стала убавлять. Вот потихонечку вот так вот растворяем. Так убавить надо. Густоту своей глазури вы можете регулировать сливками или молочком. Я пока так сделаю. Потому что завтра она все равно загустеет за ночь. Завтра мне придется опять ее подогревать на водяной бане. Я буду добавлять на отсливки. Потому что это для меня будет густовато. Вот такая глазурь. На следующий день отвлекли меня. И я не показала вам, как я переложила торт. Но сейчас попробую объяснить. То, что я его кверх ногами слюдой же делала. А потом я его открыла, вот эту слюду сверху, и просто вот так перевернула. Вот, перевернула. Оставшейся сметанкой заделала какие там были дырки. И вот эту глазурь, которую я вчера вытворила, да? Вот она, эта глазурь. Я потихонечку-потихонечку обмазала весь торт. Вот пока черновая тут у меня работа. Вот, закрыла я его. Потому что панчи, они как делают? Вот сметанкой весь торт обмажут беленькой и беленьким цветом. И потом просто вот так вот накидают вот эти вот полоски там шоколада хаотично. Ну, у меня, так как у меня, я же какао еще положила тертое. И вот видите, у меня сколько получилось. Шоколадка, считай, и кусочек маленький какао тертого. Шоколадки прям вот достаточно. Вот, и у меня куда девать. И мне пришлось вот так обмазывать. Ну, ничего страшного, у меня сынок любит шоколад. Здесь я уже вот приготовила орешки и ананасы оставшиеся. Вот сейчас поставлю в холодильник. Пусть немножко подстынет. Ну, мне вот это надо куда-то деваться. Сейчас немножко подстынет, и я еще это сверху наложу. А уже потом обсыплю орешками сверху и ананасами. Вот так будет у меня вот такой торт панчи. А вообще, классический торт панчи, я говорю вам, шоколад просто набрасывается. Кому интересно, можете погуглить и посмотреть вообще, как торт панчи выглядит. У меня будет вот так, потому что шоколад в изобилии. Тортик у меня застыл. Оставшийся шоколад я сверху намазала. Уложила оставшиеся ананасы и посыпала оставшимися орехами. Вот такой получился тортик. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ